Всем привет! Вы на канале Земной Татьяны. Если вы еще до сих пор не подписались, жамкайте кнопочку подписки, лайк, колокольчик, пишите комментарии, а также не забывайте, что все ссылочки на соцсети будут в описании под видео. У нас сегодня вторая часть магического дерева, локации, где можно получить прекрасные призы. Если вы не смотрели первую часть, перейдите по ссылочке. Ну, давайте начнем. Ну что, ребят, продолжение этой локации, магическое дерево. Мне спасибо, Оля сказала, что оказывается есть продолжение. Я совсем забыла про это. Значит, ребята, те, кто не смотрел предыдущую серию вот этого магического дерева, как получить вот такой вот коврик, на котором можно летать, то обязательно посмотрите, перейдите по ссылочке. А если вы хотите получить еще новую конфетку, на которую можно летать, то смотрите этот ролик. Итак, значит, первый вариант. Если вам сложно, да, и вы не хотите тратить деньги, или у вас не получается пролететь вот по этому столбу, то, что начало, да, сократит путь, вы можете до десятого этажа бежать и как бы дальше. Основной вариант, да, как быстрее добраться, это, значит, с помощью ключика зайти вот в эти ворота. Сейчас давайте мы пройдем вперед. Вот, ой, видите, надо очень аккуратно по листочкам идти, да, чтобы не упасть. Давай. Вот так вот. Значит, смотрите, нам требуется ключ. Окей. Первый вариант. Когда мы прошли прошлый квест, нам дали два ключа, и наши ключи, наши именно ключи находятся в нашем рюкзаке, вот где строка чата, внизу рюкзак, открываем, нажимаем на предметы, и вот наши два ключика. Мы можем их израсходовать. Ключик из ручки не вынимайте, иначе придется заново делать, если вы выйдете из этих ворот. Второй вариант. Если вы потратили все ключи, или вы не прошли прошлый квест, но хотите сделать новый, мы заходим, вот, смотрите, наверху, на плесон, на сумочках, мы нажимаем, нажимаем на предметы, и листаем в самый низ. Этот ключик можно купить за 50 монеток. Ну, как бы, у меня на Нубе есть деньги, да, так что я не переживаю. Итак, значит, давайте-ка... Это еще мне кто тут пришел. Так, давайте, чтобы зайти, да, я вот так не хочу, чтобы кто-то был, чтобы кто-то мешался. Сейчас давайте я сделаю индивидуальную локу и вернусь. Я в индивидуальной локе, мне никто не будет мешать, иначе я так не люблю. Значит, так, берем предмет, ключик, все, отлично. И давайте теперь взлетим. Ох, надеюсь, у меня получится. А как мы взлетать будем? Вопрос. Я сейчас пойду Оле писать, если что. А как мы действительно... А, вот, все, нажимаем на прыжок, и, 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 о, все, фух, приземлилась. Отлично. Ребят, подзабыла немножко. Значит, нажимаем на прыжок вот эта вот клавиша с правой стороны. Так, теперь нам надо аккуратненько, чтобы опять не упасть никуда, потому что иначе нам заново придется. Ключ давайте не будем выпускать из руки. О, смотрите, кстати, вот видите, сиреневая штучка. Пока она горит, ключик у нас действует. Если она пройдет, то, соответственно, нам на ключик будет заново использовать. Блин, зачем мне этот туман? Похож на обман. Так, ну все, отлично. Все, мы в локе. Это у нас 10 этаж, если я не ошибаюсь. Вон там цифра 10 видна. И теперь мы бежим дальше. Аккуратней будьте, иначе вам придется бежать заново. Те, кто не смотрел, значит, обратите внимание на там, на различные, вот видите, шипы, которые появляются. Оббегайте, но здесь локация широкая, поэтому, в принципе, вы можете аккуратно пробежаться. Если вы стопоритесь, используйте прыжок. Я играю с компьютером, мне намного удобнее. Вы пальчиками будьте аккуратны. Оп, добежали. Вот, смотрите. Итак, чуть выше 10 этажа у нас появляется вот такая вот в земле, я не знаю, телепорт, в который мы заходим и попадаем в следующую локацию, где как раз и будет выполняться квест. Вот, смотрите, это такая сладкая локация. Здесь абсолютно такая же дорожка идет. Старт написано и квест из пяти частей. И вот у нас такая сладкая карамелька, которая будет у нас тоже в качестве транспорта. Так, повисните посреди улицы, не упав. Вообще не вопрос. Сейчас мы только, главное, найдем, где это повиснуть. А, смотрите, тут уже вместо шипов вот такие вот шоколадки выползают. О, смотрите, я нашла это место. Недолго нам осталось. Вот, нажимаем и квест выполнен. Ну-ка, дайте я посмотрю, как я... А, вот я вешу. Отлично. Так, смотрите, первое задание завершено. Подтвердить. Нажимаем. Забираем 70 монеток. Дальше. Поднимите все выше и выше. Когда вы окажетесь на 14 птажей, сделайте селфи с табличкой. Отлично. Не вопрос. Так, теперь... Ой, ой, как страшно. Вот видите, та локация была простая. Ой. Видите, вот что бывает, если вы ошибетесь. Вам придется заново все это дело проходить. Поэтому надо бежать очень аккуратно. Поэтому сейчас я выключаюсь и включусь, когда нам надо делать селфи. То, что я говорила, есть такие вот еще дорожки, которые двигаются. Но будьте аккуратны. Я обычно бегу не по этой дорожке, хоть это и быстрее, конечно. Я бегу сбоку, потому что иначе в какой-то момент можно просто с нее вылететь. Вот смотрите, видите, вроде бы казалось, дорожка идет-идет. Там до этого шли просто вперед, да. А в какой-то момент, видите, направление изменяется, вы просто падаете с этажа. Поэтому будьте аккуратны, лучше пробежать мимо этой дорожки. Это была потная катка, ребята. Просто я так аккуратненько все это пробежала. Итак, нам надо сделать селфи вот с этой табличкой 14. Нажимаем на фотоаппарат внизу и разворачиваемся так, чтобы нам табличка эта была видна. Все, нажимаем. Если не получилось с первого раза, делайте еще. Итак, мы забираем вторую награду. Для тех, кто не смотрел прошлое видео, это просто эффект временный, который пропадет через буквально, может быть, минутку. Так, дальше. Найдите волшебную коробку, получите предмет два или более раз из волшебной коробки, спрятанного в волшебном дереве. Ребята, значит, по квесту оказывается, вот эти сундуки волшебные, вот они здесь находятся, сколько их штук. И их надо, оказывается, искать не в дереве, а на самой локации. И они, кстати, пропадают и появляются через какое-то время. Так что я буду сейчас искать их и открывать. Ребята, вот этот сундук. Ох, как бы мне так прыгнуть. Блин, ну, конечно, я прыгнула. Здорово. Здорово. Молодец. Я прыгнула классно. Мало того, что я улетела, так еще и до сундука не долетела. Блин, вот где мне искать эти сундуки теперь? Класс. Ну, чё, я могу сказать. В общем, вы знаете, что делать, а я буду эти сундуки искать потихонечку. Может быть, к ночи я этот квест наконец-то закончу. О, смотрите, отличный сундук. И ничего делать особо не надо. Всё, нажимаем. Получили сердце. Либо вы стоите в этой же локации и ждете, когда он еще раз появится. Либо вы бежите дальше и ищите еще один. Ну, я не знаю. Я попробую, конечно. Вдруг мне повезет. По крайней мере, место я рыбное узнала. Было бы еще хорошо, если бы так же стоял. Но, к сожалению, нет. Надо быстренько пробежать. Вот эти шипы. Вот как раз прикормленное место. Потихонечку надо пройти. И забрать последний сундук. Слава богу. Всё. Класс закончен. Вот это корейский перевод. Спрятаны в волшебном дереве. Когда написано в волшебном дереве, я сижу в волшебном дереве. Ну, почему нельзя сразу написать просто эти сундуки? Так, сколько мы получаем монеток? Восемьдесят монеток. Хорошо. Что там внизу? Посмотрите в телескоп на небесном острове, в который можно попасть в 18 этажа. Ого! Еще до 18 этажа нам пыхать и пыхать. Ладно, подключусь, когда я уже доберусь. Ребята, блин. Это просто очень сложно было. Но я справилась. Так, значит, что нам надо? Нам надо забраться на этот остров. И очень аккуратно падать я не хочу. Я нападалась уже за это время. Там столько нюансов, столько шипов сверху, снизу. Так, значит, нам надо по заданию, я так понимаю, посмотреть телескоп. Отлично. Надеюсь, ничего сложного дальше не будет. Я уже не помню. На самую высокую точку волшебно... Поднимитесь на верхний этаж волшебного дерева, сфотографируйте потрясающий панорамный вид. На самую верхнюю точку. Ну-ка, дайте-ка глянем на самую верхнюю точку. На самую верхнюю точку. О, да, дети мои. Подниматься, конечно. Еще тот геморрой. Ну что, ладно. Раз обещала, буду подниматься. А, кстати, ну-ка, давайте заценим. Здесь можно что-нибудь купить? Бесплатно. Ой, ну в смысле не бесплатно. О, кстати, смотрите. Прикольные аксессуары, тапочки. Дайте-ка я куплю себе. А я все куплю. Вот так вот. Отлично. Все, я купила. Я довольна. Хоть что-то, хоть что-то я урвала в этой жизни. Так, значит, смотрите. Еще вот здесь вот стоят постаменты. Можно, видите, себе сделать ауру. Опять же, временная. Видите, где сиреневый кружочек сбоку. Или синенькая. Ладно, что, потепала я. Делать панорамный вид. Народ, я на вершине. Все, дальше бежать некуда. Все, дорога уходит в минус. Теперь, что нам волшебная вера. Сиреневый кружочек сбоку. Подвижающий панорамный вид. Я надеюсь, нам селфи надо будет сделать. Давайте попробуем селфи. Да, селфи. Правильно все. Фу. Это просто выстраданный квест. Ребята, вы не поверите, сколько я на него грохала времени. Я вам сочувствую, если вы за него приметесь. Будьте предельно аккуратны. Будьте предельно медленны. Лучше вы потратите больше времени. Но все-таки вы заработаете главный приз. Так, значит, где у нас? В рюкзаке. Открываем наш рюкзак. И вот наша конфета. Вот так вот она выглядит. И управляем мы, как и машинкой ей. Ну-ка, если я дальше полечу. О, смотрите. Я просто полетела вниз. Ай, пусть. Мы уже все сделали. Главное, что это. Главное, что в принципе мы ее получили. Вот. Так что. Желаю удачи. Это был очень сложный квест. Я прошу вас оценить это видео лайком. Подписаться на канал. Ну, а я с вами прощаюсь. Всех люблю, целую, обнимаю, обожаю. И всем пока-пока. Муа! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok